привет друзья снова иду принять солнечные ванны покупаться привет украине сожалею что закрыли там у вас контакт не знаю что еще надеюсь наши беспредельщики не закроют в россии интернет можем пообщаться привет из орландо а кто у нас из орландо почему не приходит на тренировки друзья пока буду загорать если есть какие-нибудь вопросы интересные пишите что я думаю по поводу плавания я не думаю я знаю что плавание это самый лучший и безопасный здоровый вид нагрузки для наших мышц суставов связок потому что мы нагружаем мышцы но при этом избавляемся от воздействия силы тяжести гравитации тело как бы в невесомости находится но мышцы при этом работают что может быть лучше легкое плавание не как тренировка а именно просто можно сказать подурачиться в бассейне после силовой тренировки пойдет вам на пользу чем холоднее будет вода тем будет полезнее но если вы профессионально плаваете как отдельный вид тренинга то я не рекомендую совмещать это в один день силовой тренировкой лучше все таки разделять до многим нет времени ходить на тренировку я часто такое слышу но не верю в такое потому что сам работал на двух трех работах на разных работах но всегда всегда при этом находил время тренироваться для меня это было все равно что дышать есть спать такой же необходимостью скорее всего это наверное какой-то комплекс такой у меня потому что я себя сколько знаю столько я всегда тренировался учился спецклассе по футболу занимался единоборствами ненавидел качалку и качков считал их уродами и мой тренер по карате так как у меня вверх сильно отставал от низа заставлял меня наверное больше года ходить тренажерный зал я стал ходить ходил кое-как мне это не очень-то нравилось но как видите во что это все выросло переросло так что никогда не говори никогда получается теперь настолько изменилось сознание что людей не тренирующихся я считаю не нормой и не очень хорошо ним отношусь ну не в том плане что там как-то их оскорбляю или что лучше на рассказать не понимаю не могу понять как можно не тренироваться так друзья сейчас усядусь поудобней и начнем делать наш репортаж я не выхожу никуда без воды а чаще всего там у меня растворенный бца я принимаю порошковые бы сашки видите нахожу по возможности без добавок и красителей это очень сложно но это того стоит потому что именно такие быца самые лучшие когда вы чувствуете такой поначалу горьковатый неприятный вкус привкус бы сашек это говорит о том что вас не обманули и там действительно быца правда ли что круговой тренинг помогает набирать массу и похудеть друзья грамотный тренинг он всегда одинаковый и в принципе не важно чем вы занимаетесь а набираем мы или худеем я уже не раз говорил зависит именно от того как мы с вами питаемся можно ли округлить ягодицы и как друзья ну на эту тему девчонки у меня уже очень много статей видеороликов форму мышцы изменить нельзя кроме как сделать ее больше или меньше и в этом смысле если говорить о ягодицах нет ничего лучше чем глубокие приседания широкой стойки с разведенными носочками в сторону почему не выкладываешь видео о хоккее потому что никак не могу найти оператора себе чтобы кто-нибудь меня снимал сложность в этом вообще поэтому редко снимаю и свои тренировки хлебцы на завтрак с лососем можно да это будет прекрасный завтрак как относиться к тренировкам с гирями и отношусь к любым тренировкам хорошо вообще не важно с чем собственным весом с гантелями с гирями с резиновыми эспандерами с турниками главное друзья тренироваться сколько грамм аргенина нужно потреблять девушкам и парням друзья настоятельно рекомендую приобретая аргинин также обращать внимание чтобы он был чистым порошковым и начинайте принимать по рекомендации на упаковке это с гарантией убережет вас от аллергических реакций если они вдруг у вас есть а вы о них можете не знать потом плавно повышаете дозу когда уже привыкните ровно в два раза когда лучше всего и какая схема приема аргинина лучше всего во-первых всегда на голодный желудок за полчаса до приема пищи за 20 минут и за 30 минут за 40 до сна естественно тоже на пустой желудок о скоро во флориду кто-то из ижевка переезжает из ижевска очень хочу с вами увидеться ну легко приезжайте присоединяйтесь к посетителям моего клуба будете иметь возможность тренироваться общаться как увеличить икроножные мышцы икроножная мышца это мышца маленькая и когда люди делают только упражнение на икроножную мышцу они совершают ошибку потому что камбаловидная мышца которую не видно но которая где-то 70 75 процентов общих мышц голени занимает ее нужно прокачивать первостепенно и делать акцент именно на ней а для этого нужно делать подъемы на носки сидя но и о подъемах на носки стоя тоже забывать не нужно у меня есть статья хорошая про голень не забывайте что мышцы игр и особенно камбаловидная обязательно к прокачке потому что это единственное что не бег там или еще что-то помогает и способствует улучшению облегчению правильно сказать работы сердца потому что ее доктора так и называют второе сердце спасибо за вашу про делаемую работу да друзья на здоровье рад вам помочь всем респект взаимный кто тренируется если надо уменьшить ноги массивные мышцы тренировка ног два раза в неделю много повторный тренинг друзья не буду читать дальше сразу понимаю у меня есть статья похудения и локальное жиросжигание там есть конкретные схемы как уменьшить что делать как питаться какой специфический тренинг должен быть настоятельно рекомендую ознакомиться с этим и у вас будет хороший результат хороший эффект вы сами удивитесь насколько можно уменьшить форму мышц увеличить ее или уменьшить только так она изменится но опять-таки многие путают особенно девчонки жир в ногах бедрах с реальным объемом если вы начнете грамотно тренироваться по силовым методикам грамотно питаться то жирок постепенно сойдет и именно мышцы не забывайте делают нас парней мощными а девчонок красивыми не кости девчонки не жир а именно мышцы делают вас идеальными красотками все вопросы касаемо жиросжигания направляю вас друзья на мой сайт и чем джим точка ру и естественно там все статьи в абсолютно бесплатном доступе вы найдете изучаете читаете все это уже есть какая из настоек лучшая левзея джинь шинь или элеотеракока ну из всех этих настоек которые я принимал самый лучший эффект который я реально чувствовал который мне нравился это настойка левзеи она и тестостерон повышает дает очень хорошую энергию а элеотеракок и женьшень я не чувствовал так сильно если говорить о настойках но вот в россии продаются леотеракок в таких маленьких стеклянных баночках такие зелененькие таблеточки вот от них меня тоже очень сильно торкало в плане энергии сколько стоит индивидуальная тренировка у меня 1200 долларов за год друзья если мы говорим о тренинге дистанционном группу сейчас вступить стоит 160 долларов каждый раз получается я вас обманываю потому что говорю одну цифру а на момент выхода видео там уже больше людей вот сейчас на данный момент у нас уже 130 человек для меня это конечно самого тоже непонятки потому что все таки это не совсем персональный тренинг в группе но я расписываю там тренировки на каждую неделю по принципу периодизации циклирования тренинга основанном на различном типе мышечных волокон и нету ни одного недовольного вот я жду когда уже появится кто-нибудь недовольный из группы нет ни раз уже где-то два или три раза у меня были недовольные клиенты именно в персональном дистанционном тренинге но люди видать ждали наверное каких-то волшебных пилюль супер секретов на самом деле нет никаких супер секретов друзья и любая информация которую я вам даю она есть в открытом доступе у меня на сайте видео просто нужно ее конечно изучать систематизировать многие называют меня коммерсантом хотя я не вижу ничего плохого в этом слове они пытаются как бы оскорбить но это совдеповские тролли еще я не знаю кто из вас вообще тролли ходит на работу или может быть ваши родители выполняя какую-нибудь деятельность работу не берут за это денег ну если такие есть тогда первым бросьте в меня камень лично я понимаю что даю любую информацию абсолютно открыто бесплатно у меня очень много полезной информации бесплатной в открытом доступе вы все это прекрасно знаете но тем не менее тролли не понимают что они самые преданные поклонники моего канала и все-таки дизлайки и комментарии все равно помогают развиваться каналу поэтому я им тоже благодарен за то что не оставляют без внимания наш канал я уже могу говорить наш потому что нас все таки там уже восемьдесят четыре тысячи человек не знаю как можно говорить о том что я накручиваю подписчиков кто следит давно за моим каналом видят что у меня регулярно по чуть-чуть по чуть-чуть прибавляются подписчики что не может меня не радовать спасибо друзья за то что подписываетесь ставите лайки дизлайки комменты и комментируете единственное неприятно когда люди переходят на личные оскорбления мат это некрасивая я в основном конечно блокирую система блокирует удаляет такие сообщения хочу супер рельеф на плечах но без объема махи рук в стороны хороши для этого супер рельеф друзья хоть обмахайтесь хоть взлетайте левитируйте от того что вы машете не будет у вас супер рельефа если вы не сосредоточены на питании о том как грамотно питаться повторю направляю всех на мой сайт или на любой другой сайт блогера сейчас много грамотных людей изучайте читайте и действуйте что я думаю о периодическом голодании возможно сделаю скоро отдельный ролик такой на самом деле кратковременное голодание будет очень и очень полезным единственное нужно понимать как это делать как входить в него как выходить из него и организм скажет вам только спасибо потому что от короткого 24-часового голодания организм будет выбрасывать больше гормона роста больше пользы будет вам от всего этого я никак не пойму чем отличается румынская тяга от становой тяги или это одно и то же не знаю как вы до сих пор не поймете когда у меня есть очень много видео есть вообще видео больше часа идет о всех видах становых тяг посмотрите и вы поймете если говорить коротко то становая тяга deadlift еще она называется эта тяга когда вы выполняете практически те же приседания с ровной спиной единственное у вас штанга не на плечах а удерживается в руках внизу румынская тяга это когда вы держите штангу в руках внизу и начинаете выполнять уведение таза назад как можно дальше прям как будто падаете при этом должны чувствовать острое конкретное растяжение бицепсов бедра и вот за счет этого получается наклон корпуса не наклоняетесь корпусом вперед и думаете что это румынская тяга нет румынская тяга как и good morning выполняется повторяю за счет того что вы хотите кого-то оттолкнуть назад проломить стену и за счет этого выполняется наклон естественно коленки слегка согнуты и не меняют свое положение на протяжении всего движения все очень просто так спасибо всем кто хвалит меня не буду зачитывать такие сообщения респект вам тоже друзья и позитивом о пг интересно будет посмотреть да сделаем ролик естественно питание самое важное друзья потому что очень много примеров когда только за счет того что человек меняет свои привычки в питании меняется его тело не забывайте это крылатое выражение что мы есть то что мы едим как принципе то что мы думаем и нужно строить свою жизнь исходя из двух этих постулатов если вы будете всегда позитивным думать положительно если вы будете питаться хорошо грамотно вы будете здоровыми излучать солнце позитив люди будут к вам тянуться от вас будут отскакивать всякие говнолюди и по-моему это самое главное чего можно добиться к чему нужно стремиться в этой жизни и горни удивляйся вопросом многие новички не слышали не о тебе не о занятиях для них все новое вот и задают вопросы да нет я не удивляюсь просто удивляюсь что очень много сейчас на самом деле ведь информации и на мой взгляд задавать вопрос человеку не изучив кое-какие его работы не изучив видео статьи которые уже есть в сети которых просто невмеренно ну по крайней мере глупо нужно сначала изучить это как вот представьте вы будете ходить школу там на алгебру и задавать вопросы не пройдя определенного урока или как можно задавать вопросы о книге если вы только прочитали название даже не заглядывали в нее ну согласитесь это неправильно я никого не осуждаю на любые вопросы вы видите и отвечаю но просто на самом деле вот культура общения сейчас немножечко оставляет желать лучшего это немножечко удручает начала кушать сразу после тренировки и результат не заставил себя ждать спасибо да друзья насколько это кажется нереальным но все мои ученицы говорят о том что колоссальный скачок в плане жиросжигания посмотрите на танюшку вот у нее завтра уже соревнования может быть я сделаю прямой эфир если получится если нет увидите в записи у нее на канале точно и таня сохраняя мышечную массу даже кое-где увеличивая ее при этом мы вплоть до последнего дня ели бананы после тренинга ох извините солнце прям в глаз я чуть очки забыл вызывает чихательный рефлекс я тоже стала есть после тренировки друзья давайте изменим вообще общение изменим подход вообще к блогерству покажем пример другим людям другим блогерам я знаю что многие из вас смотрят не только меня и не согласны со мной но если у вас есть какие-то результаты положительные или отрицательные по тренировкам по питанию снимайте видео присылайте его мне я буду выкладывать на канале в рубрике открытый микрофон это делают люди но мало пока и мы как-то будем находить новый формат общения мне кажется это будет очень замечательно я вам обещаю что каждое видео которое вы будете присылать я буду выкладывать сейчас в зале был день ног на дорожке сейчас иду быстрым шагом делаю заминку и смотрю вас или бежать надо нет нет по дорожке бегать еще вреднее чем бегать на улице быстрая ходьба но заминка это друзья не забывайте наоборот предполагает очень спокойное медленное выполнение так называемой кардионагрузки с еще большим замедлением так называемый кулдаун вы должны замедляться 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 вплоть до полной остановки именно так сердечно-сосудистая система другие системы организма приходят постепенно не резко в до тренировочное состояние и это очень положительно сказывается на всем организме в целом естественно мышцы быстрее больше наполняются кровью снимите друзья такое видео присылайте я с удовольствием его выложу буду делать комментарии будем обсуждать это все прилетайте приезжайте вы знаете все кто приезжает я всех встречаю все бесплатно получают тренировку персональную даже не платят за зал как вы относитесь к молочке на ужин друзья но это вообще уже по моему во всех моих статьях и видео я вам говорю о том что вечером вообще молочку нужно исключать у молочки есть такой эффект что она выбрасывает инсулин но не сразу а где-то через 40 минут поэтому нужно этого избегать нам это не нужно что после тренировки ног понравилось интересную делать на эллипсе ой чё-то не понял либо неправильно прочитал почему сами не слушайтесь есть ли опыт в вступлениях у вас лично да есть я выступал по юниором на области занимал второе место и среди мужиков сразу же выступал занимал третье место не сушусь пока потому что очень активная жизнедеятельность идет тренируюсь каждый день тренирую играю в хоккей минимум два раза в неделю и пока вот садиться на жесткую диету не очень хочется потому что очень много травм плечевые суставы никакие боюсь что если сейчас буду сильно сушиться суставом не хватит смазки что ли я к этому подойду плавно постепенно конечно я понимаю что хорошо когда тренер выглядит соответственно тому как он учит но я не страдаю от этого никаким комплексом у меня вполне адекватный процент жира сейчас 15 процентов жира в организме я думаю для мужчины это нормально при том что во мне сейчас 115 килограмм мышечной массы при этом я хорошо себя чувствую хорошо сплю хорошо двигаюсь в воротах хоккей и вот мы в последнем сезоне выиграли плей-офф так что друзья мои ученики пока говорят за меня я тренируюсь по 40 минут три раза в неделю последнее время не могу собрать силы на тренировку почему так и стало плохо спать что посоветуете у меня есть об этом статьи видео это говорит о том что вы недовосстанавливаетесь и возможно даже перетренировываетесь но перетренированность она бывает разной от недовосстановления от нехватки сна и питательных веществ то есть вы неправильно питаетесь недополучаете всех необходимых микро макро нутриентов элементов питания и бывает перетренированность когда вы перегружаете себя на тренировках нужно это все понимать нужно как-то находить причину а без тренировочного дневника и дневника питания это сделать очень сложно да алексей калиничев очень грамотный специалист бесплатно помогает мне вы видите если у вас есть какие-то реально серьезные вопросы на которые вы не можете получить ответа пишите он сделает видео мы выложим его на канале можно ли приседать при сколиозе нужно друзья я видел такие случаи что просто ужасно смотреть на человека но человек приседает и при этом чувствует себя гораздо лучше как вы относитесь к интервальному тренингу когда много упражнений и отдых 30 60 секунд друзья я к любому тренингу отношусь нормально если между каждым подходом есть отдых минимум 30 секунд кстати да егор что скажете насчет льняного масла что скажу хорошо просто найти его качественное очень сложно и когда она недолго хранится если масло льнаное начинает горчить это говорит о том что она уже испортилась и стала вредным поэтому я бы все-таки рекомендовал качественный рыбий жир омега-3 вот это действительно будет полезно сейчас становая тяга у меня небольшая максимум там где-то 220 килограмм но не из-за того что у меня там грыжи или протрузии из-за того что у меня ротаторная манжетка плеча на левом плечевом суставе разорвана больше чем на 70 процентов представляете я так-то просто испытываю боли но вещи и постоянно а после тяги вообще просто вырывает сустав и недели две боли страшные именно поэтому я вот прошел двухмесячный курс гормона роста чтобы хоть как-то немножечко восстановиться чтобы поменьше болел сустав но все равно требуется операция операция на один сустав только стоит 36 тысяч долларов я пока не готов заплатить такую сумму потому что все-таки надеюсь сделаю я страховку себе и это мне обойдется всего в 6 тысяч долларов но ничего я уже привык к постоянным болям слава богу нет болей в позвоночнике которые были раньше когда я слушал врачей в общем друзья не ориентируйтесь на меня в плане того как вы сейчас видите мой тренинг на дельты на плечи на дельты плечи одно и то же на спину даже на ноги потому что все мои травмы диктуют мне определенный вид нагрузки я подстраиваюсь мне даже широчайшую на левой немножко надорвало левая грудная постоянно немножко надрывается иногда даже выступают кровоподтеки все это из-за нестабильности плечевого сустава представьте он болтается там просто и держится только за счет дельтовидных мышц сама ротаторная манжетка из чего состоит сустав она ее практически нет может в россии слетать и сделать операцию друзья я не могу слетать в россию по той простой причине что как только сойдут с трапа самолета меня сразу же закроют а там возможно и грохнут я же не просто так улетел из россии у меня был хороший бизнес у меня были залы я был президентом федерации силовых видов спорта но как это часто бывает друзья завидующие друзья решили меня кинуть и никто кроме близких друзей естественно не мог это сделать меня я сейчас в уголовном федеральном розыске в россии если для кого-то это открытие об этом же много было и в интернете и всякой чуши меня там обвинили и геями педофилами мошенникам кем только не обвиняли и скорее всего я вообще наверно супермен потому что когда меня искали когда я уже улетел меня не было больше трех месяцев стране объявили что я грабил ювелирный магазин они же не знали что я покинул страну так что вот такие дела россия к сожалению закрыта для меня да и что там делать разве что брат родители только красивые девчонки а так все остальное здесь тоже неплохо стоит ли отдыхать между подходами рекомендуют силуянов 5-10 минут друзья вы можете использовать такую методику и я тоже ее практикую нужно только понимать какие мышечные группы на какие мышечные волокна вы прокачиваете лучше и я это часто практикую мне это очень нравится я это подсматривал еще и у шварценеггера к примеру вы тренируете спину и грудные в одну тренировку и как раз таки вот этот принцип подойдет вам разогрейтесь для спины и к примеру до выполните один рабочий подход затем идете на грудные мышцы к примеру нажим гантели тоже разогреваетесь 3-4 подхода выполняете один рабочий подход а затем возвращаетесь к спине выполняете рабочий подход отдыхаете идете выполняете на грудные мышцы рабочий подход и вот так вы тренируя мышцы антагонисты отдыхаете по силу янову и что интересно вы показываете силовые результаты гораздо больше чем если тренироваться линейно только на одну группу мышц это тоже часто практикуют у меня мои ученики в закрытой группе платной в общем все это очень и очень полезно качественно вы знаете я только за тренинг по периодизации потому что по-другому невозможно грамотно тренироваться вы обязательно впадете в застой впадете в перетренированность и в конце концов даже просто бросите тренировки из-за того что настолько центральная нервная система будет убита что вы не захотите не сможете продолжать тренировки какие самые полезные фрукты ну то что я вот употребляю это бананы киви а если говорить о овощах то я просто балдею не знаю какую-то космическую энергию испытываю когда ем красный болгарский перец именно красный люблю разный но когда ем красный перец знаете такое чувство вот когда сок попадает в рот такое чувство как будто солнечная энергия в тебя перетекает а так как у меня мышление развита воображение я прям вот чувствую как это солнечная энергия вместе с этим соком поступает мне в организм начинает бежать по жилам для меня это лучше вообще любого лекарства любого предтреника попробуйте мне очень и очень нравится да хороший вопрос как я получил травму друзья что интересно об этом я тоже не раз говорил многие не знают говорят как ты можешь советовать людям тренировки если сам есть поломанный друзья ни одной травмы своей какая у меня есть не в позвоночнике не в плечевых суставах я не получил на тренировке как я получил травму позвоночника это было когда мой друг купил деревянный дом привезли бревна в огромном в огромном таком грузовики не знаю даже как его назвать с прицепом но почему-то друг сэкономил на разгрузочном кране собрал нас друзей там человек 15 и мы помогали естественно ему разгружать и вот в один прекрасный момент поднимая очередное тяжелое бревно я почувствовал прямо как мне вставило в поясничном отделе позвоночника причем это было где-то в 23 года но выстрелила мне эта грыжа именно что вот просто прострелила так что я упал и не мог даже ходить какое-то время только через десять лет даже чуть больше понимаете а плечевые суставы я повредил когда выбивал как-то дверь бил плечом и тоже получил повреждения но я подозреваю что больше повреждения и разрывы ротаторные манжетки плеча кто в анатомии понимает поймет я получил когда жил в россии а сам я родился в молдавии естественно родители там были я мотался один два раза в год из россии в молдавию и когда обратно ехал естественно мама нагружала меня чем только могла сумки были настолько тяжелые что я не мог их нести удерживать в руках я наматывал как петли ручки сумок на кисти и вот так нес а в метро нельзя ставить сумки на эскалатор не знаю как сейчас раньше по крайней мере точно было да и так нужно было ходить от вокзала к вокзалу короче я настолько растянул себе плечевые суставы что естественно возникли травмы возникли серьезные проблемы а потом все усугубилось очень очень банально в моем зале в россии тренировалась сборная россии по пауэрлифтингу под руководством президента федерации и главного тренера сборной россии очень грамотный мужик и я удивляюсь как так вот халатно он отнесся он меня уговорил но я тогда был на хорошем курсе гормона роста тоже пытался восстанавливать плечевые суставы и кстати меня после этого ну помогло сильно жим лежа у меня был хороший я 180 жал на 7 раз и он меня уговорил выступать в жиме лежа но тогда набирала популярность вот эта федерация в майках жать в двойных майках и я помню у меня майки естественно не было мне дали их майку очень кстати хорошая майка металл по моему называлась фирма одели ее на меня кое-как и я чувствую потом я уже понял ну чувствую что как-то она не так работает такое чувство что неправильно одели что в принципе потом и оказалось вот эти швы должны приходиться на определенные места чтобы в момент опускания не создавалась чрезмерной нагрузки ломающей нагрузки на сустав но кто жал когда-то в майках или видел понимает о чем я говорю в общем приложение силы было неправильно майку не до конца натянули на меня веса были там по 300 320 килограмм я жал с и мне настолько вот усугубило все мои проблемы в плечевых суставах что после этого я уже никак не могу восстановиться полтора года назад здесь в америке я сделал мрт на плечевые суставы и доктор мне сказал что кроме операции егор тебе ничего не поможет так что ни одну из своих травм я не получил именно на тренировке вы рекомендуете делать только базу друзья я не рекомендую делать только базу я рекомендую основываться на базе но когда вы на начальном уровне то естественно вам нужно делать только базу только базу и все это абсолютно бесплатно расписано в моих статьях примерно на два года тренинга с конкретными указаниями тестами которые вы должны пройти статьи называются ступени после алкоголя допустима ли тренировка друзья конечно же нет скажите пожалуйста как скоро можно начинать тренироваться после перелома отростка позвоночника возраст 55 лет не про себя спрашиваю друзья но нужно найти хорошего специалиста вот так дистанционно сложно мало кто возьмет на себя ответственность я скажу что начать нужно как можно раньше как только доктор разрешит движение начать нужно с йоги с гимнастики которую я показываю и в этом плане очень грамотно подойдет идеально впишется программа силуянова и затон она не будет перегружать суставы но тем не менее будет давать работу мышцам а чем больше крови будет приходить к поврежденной поверхности тем естественно больше питательных веществ будет приходить гормонов и восстановление пойдет лучше что для вас значит натуральный бодибилдинг если говорить откровенно для меня слово натуральный значит вообще все что вы можете здесь на этой планете синтезировать найти съесть уколоть все это натурально не натурально с философской точки зрения это что-то если прилетит из космоса какой-нибудь астероид вы из него сделаете какой-нибудь препарат и будете его использовать это если глобально но естественно если смотреть на призму современности для меня натуральный тренинг это тренинг который не предполагает введение в себя в виде таблеток уколов гелий мази андрогенных анаболических препаратов но по-моему это же очевидно и на поверхности но друзья почему бодибилдинг только вы знаете что еще в двухтысячных годах всемирная организация здравоохранения проводила огромный анонимный опрос среди спортсменов америки всех видов спорта как вы думаете по степени использования фармакологии на каком месте оказался бодибилдинг общественность на тот момент американская была шокирована просто бодибилдеры выглядят как живая реклама они анаболиков правильно так вот бодибилдинг был на шестом месте на первом месте это бокс затем шел американский футбол национальная хоккейная лига даже что меня самого поразило гольф опередил бодибилдинг о чем же говорить нужно понимать насколько все лицемерно в нашем мире и на олимпиаде нету ни одного спортсмена кто бы не принимал какой-либо запрещенный препарат ни одного даже шахматисты женском тренинге тоже нужно придерживаться периодизации конечно вы думаете что женщина отличается чем-то от мужчины женщина отличается от мужчины только тем что у вас больше женского гормона эстрогена но у вас тоже есть тестостерон а у мужчин также присутствует женский гормон эстроген просто у мужчин больше тестостерона вот и все отличие с точки зрения ган гормонального физиологического биохимического если хотите отклика организма на тренинг мужчина от женщины ничем не отличается кроме того что гормонов анаболических мужчины выбрасывается больше этими связано то что у мужчин меньше жира в процентном соотношении массы тела а у женщин больше вот и все все очень и очень просто нас просто пытаются обдурить реально я всю жизнь нахожусь в этом бизнесе в этом деле у меня залы были в россии сейчас у меня зал и в америке я вижу как проходят курсы чему обучают тренеров и я общаюсь с другими владельцами залов вы думаете что владельцы зала такие же качки как мы с вами да нет залов таких наверно на пальцах одной руки по всему миру можно пересчитать в основном владельцы фитнес-клубов это бизнесмены по той или иной причине пришедшие в бизнес естественно их интересует как можно быстрее получить отдачу от вложенных денег вернуть их приумножить я не раз уже говорил вам что основной доход фитнес-клубов сейчас не от ваших абонементов а от того как часто вы берете персональные тренировки и все обучение фитнес-тренеров преимущественно складывается на то как вас раскручивать на персональные тренировки расскажите про разгрузочные дни на кефире и яблоках да я это все сделаю друзья вместе совместно с роликом о периодическом голодании почему в бассейне никто не купается потому что я сейчас сообщаюсь с вами как закончу пойду купаться бассейн а там вот дальше видите водопадик это у меня там бассейн поменьше этого конечно который вот на первом плане с ледяной водой а справа от него бассейн с кипяточком джакузи чем мне нравится это комьюнити она конечно очень дорогое здесь мы живем просто чтобы не пугались вы вот мы платим просто за то чтобы здесь жить правда включена вода туда еще но электричество все остальное не включено 500 долларов в месяц да вот такие суммы но зато здесь у нас контингент такой серьезный очень мало плохого контингента нету бедных черных которые не хотят работать которые живут на пособии что тоже очень приятно и как вы видите я большую часть времени живу и пользуюсь как олигарх здесь никого нет иногда на выходных приходят люди отдохнуть вот так вот круто я живу приезжайте в гости друзья и можете вместе со мной отдохнуть здесь на бассейне особенно если вы красивая симпатичная девушка я вам это гарантирую понятно вопрос отпал интересно какой бассейн не личные друзья но он входит комьюнити и повторяю потому что практически никто сюда не ходит он вот получается такой как вот у меня личный я очень редко вижу здесь людей кстати я здесь очень часто работаю может как-нибудь сниму ролик пишу для вас статьи снимаю видеоролики вот сейчас стал делать прямые эфиры сегодня кстати кому интересно есть такой блогер украинским неплохой парень жена у него выступающая фитнесистка они сегодня приедут ко мне в гости из майами 7 месяцев они уже живут в америке делаем тоже может быть совместное видео заходите к нему на канал подписывайтесь передавайте от меня привет человеку будет приятно но кстати снимает больше влогов кому интересно смотреть о жизни в америке как раз таки вам будет интересно 500 долларов это три комнаты больших хороший дом с гаражом ну что друзья буду завершать надо немножко тоже отдохнуть самому а то что спина устала сидеть вы знаете нет ничего хуже для спины чем сидение на пятой точке друзья если хотите помочь развиться каналу обязательно ставьте лайк или дизлайк это неважно на самом деле обязательно пишите комментарии каждый ваш комментарий помогает развиваться каналу чем больше будет развиваться канал тем интереснее будет будут ролики я надеюсь тем возможно я как-нибудь возьму себе оператора тоже просто не охота из личных денег на все это тратить если кто-нибудь приедет сюда жить и будет помогать мне скажем делать ролики я гарантирую будете бесплатно тренироваться я вас буду бесплатно тренировать так что друзья всем успехов надеюсь вам интересны такие видео общение наше с вами и обязательно делитесь видео этим другим в соц сетях помогайте развиваться каналу пусть это не приносит больших денег сейчас вот чтобы понимали я с канала имею от 150 до 200 долларов в месяц но это даже на бензин не хватает но я каналом стараюсь не зарабатывать стараюсь делиться с вами полезной информацией так что и вы помогаете каналу развиваться пусть приносит больше денег я не вижу в этом ничего плохого пишите ваши комментарии что вы думаете по этому поводу очень интересно всегда читать ваше мнение когда она адекватная да и тролли иногда интересно почитать просто чтобы поржать появился у меня на канале новый тролль такой обзывает меня коммерсантами ему не нравится что я делаю рекламу хотя я не понимаю все здесь плохого не нравится не смотри перемотай рекламу что плохого что к примеру мне кажется я был бы дураком да если человек предлагает тебе заплатить денег чтобы ты прорекламировал какой-то его продукт спортивного питания или его канал ведь это никак не влияет на качество контента моего канала адекватные люди это все прекрасно понимают и люди грамотные здравомыслящие люди понимают что реклама это реклама а когда если что-то я действительно сам применяю использую я об этом вам всегда говорю поэтому вы всегда можете понять увидеть где реклама а где действительно что-то такое что я вам советую рекомендую ну что друзья успехов вам всем кстати после того как я стал тренировать татьяну видать пришло много подписчиков с и канала девчонки вам всем тоже респект потому что сейчас аудитория просмотров по youtube аналистик показывает мне что у меня 55 процентов смотрят меня мужчины и 45 женщины очень интересно потому что раньше это было где-то 15 17 процентов всего женщин девушек было так что девчонки я очень рад видеть всех вас на нашем канале смотрите все тренировки смотрите советы которые я даю общие потому что все мы с вами одинаковые а то как мы выглядим определяет то что мы едим и что мы думаем ну что друзья позитива всем вам зайдите кстати на мой канал я выложил пару часов назад очередную убойную тренировку с джанет джанет осталось 8 недель до выхода на сцену прекрасная девушка тренируется она натурально тренинг ее конечно сумасшедший я бы никому не рекомендовал так тренироваться тем более огромное количество кардио делает и такие вот интересные тренировочки я тоже буду делать по возможности джанет очень занята она очень востребована как персональный инструктор и мне сложно состыковаться с ней часто чтобы снять ее тренировку но вот вчера я ездил специально кто ведь кому повезло тот видел прямой эфир и мне не нужно было в зал но я поехал потому что давно вы меня просите я снял с ней тренировку зайдите посмотрите обязательно поставьте лайк напишите комментарий что вы думаете по поводу джанет по поводу ее тренировок кстати не забывайте что ей 38 лет и да у нее есть дети все друзья всем пока было приятно с вами общаться вопросы которые я пропустил приношу свои извинения если он для вас действительно важен актуален напишите его мне в личку в контакт а лучше оставьте его в виде комментария под любым видеороликом на youtube канале и обращаю ваше внимание что на моем сайте на вопросы я не отвечаю на сайте оставляйте только пожелания и отзывы от того была полезна вам информация с данного сайта или нет если вам вопрос важен напишите его в комментарии все друзья пока до следующего раза увидимся в тренажерном зале